Михаил, ну и, наверное, стоит вот на этом фоне также поговорить о интеграции в НАТО Украины, потому что эта тема тоже, знаете, так вот в контексте Финляндии и Швеции, она поднимается, и мы понимаем, что решительность, с которой сейчас эти две страны движутся в альянс, несмотря на то, что говорят сейчас в России, она также может быть неким подспорьем для Украины. Вот можем ли мы эту риторику хотя бы сейчас использовать в своих целях? Ну, во-первых, риторику определяет только президент Украины, с которой мы должны говорить о своих союзниках, о своих намерениях и так далее. Я могу только сказать одно. Для Украины выгодно только то, что будет гарантировать Украине реальную безопасность. Вот если у нас возникает конфликт или война такого уровня, как с Российской Федерацией, я лично хочу, чтобы мы точно понимали, кто будет стоять с Украиной сразу, в течение первых 40 минут, часа, кто будет стоять рядом с Украиной. В том или ином виде. То есть для нас, для меня принципиально важно не название союза, альянса или отношений и так далее, а для меня важно, чтобы у тех, с кем у нас договорные отношения, чтобы у них было столько же смелости, сколько у президента Украины, называть вещи своими именами и сразу принимать ответственные решения. Вот это ключевое. А как это будет называться? НАТО, НЕ НАТО и так далее. Без разницы.